Итоги уходящего понедельника Когда первое ЦТ Заплыв в один конец За неделю в Беларуси утонуло 29 человек Мы напоминаем всех взрослым О самом главном правиле Это отсутствие алкоголя Как не стать жертвой губительных вод Накопить на мечту В Бобруське дан старт Третьему трудовому семестру В планах у нас такие предприятия Как ТАИМТ Где еще будут работать студенты А также новые угрозы Упрощенный въезд И штормовой вторник В стране снова объявлен Оранжевый уровень опасности Из-за сильных дождей и ветра Что дальше по прогнозу? В условиях гибридной войны Президент принял с докладом Главы администрации Госсекретаря Совбезы Председателя КГБ За последние два года Немало сделано По реформированию всех силовых структур Отметил Александр Лукашенко Неоднократные изменения Затронули Минобороны Расширен и функционал МЧС Белорусские спасатели Готовы действовать в особых условиях Пограничные войска По оценке главы государства Имеют оптимальную структуру А вот комитет госбезопасности Нуждается в своего рода Модернизации и усилении По отдельным направлениям Чтобы отвечать на вызовы времени Ясно, что ситуация Усложнилась в мире Спецслужбы с каждым годом Приобретают все большее Значение для деятельности Того или иного государства Да уже наши люди увидели Роли места комитета госбезопасности В структуре силовых органов И в безопасности нашего государства В последнее время активизировался комитет И мы заметили, что нам надо Не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности Но к традиционным мероприятиям Которые они проводят Традиционным функциям Задачам, которые они решают Нам надо в соответствии с временем Добавлять какие-то другие функции Усиливать может быть и существующее Ну я имею ввиду разведка, контрразведка Защита конституционного строя и так далее Антитеррористическая деятельность Это в любой стране хлеб спецслужб Подобного рода Это необходимо для обеспечения Должного уровня информационной безопасности Нужно брать в расчет Отметил президент гибридную войну Которая развернута не только против Беларуси А по сути полыхает по всему миру Остаться в живых За неделю в Беларуси утонуло 29 человек Только за прошедшие выходные Вода унесла 13 жизней Из которых один ребенок Главная причина трагедии – беспечность Не стоит купаться в стихийных, необустроенных местах Над ней могут быть осколки битых бутылок А в случае ЧП – поблизости нет спасателей На оборудованных пляжах созданы все условия От парковки до общепита Мы напоминаем всех взрослым О самом главном правиле – это отсутствие алкоголя Потому что по статистике Большинство погибших и утонувших на водоемах Находились в состоянии алкогольного опьянения Только в 2021-м водоемах страны утонули 215 человек Каждый второй был пьян Среди погибших 26 детей В Бавруське определены 4 места для купания Центральный пляж В 6-м микрорайоне На территории санатория «Вшиник» и имени Ленина Перед началом сезона Каждую зону обследовали и выдали разрешение Первое испытание – свежее сено и опасные пути БЛЖД проведет профилактическую акцию На что сделают акцент специалисты Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Более 63-х тысяч иностранцев уже посетили Беларусь по безвизу По сравнению с предыдущей неделей Количество туристов увеличилось на 3 тысячи Напомним, до 31 декабря действует упрощенный въезд в нашу страну Для граждан Литвы и Латвии Аграрии в этом году планируют собрать Свыше 9,5 миллионов тонн травяных кормов Их наличие позволит увеличить объемы выпускаемой продукции Животноводства и обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия Зеленую массу сразу же закладывают стилостные траншеи Или упаковывают стрейч-пленку Работают специалисты фактически круглосуточно Централизованное тестирование стартует 14 июня Первый предмет – белорусский язык 16 и 17 числа абитуриенты будут сдавать русские 19-го обществоведения 21 и 22-го – математику 24-го – биологию 26-го – иностранный Завершится ЦТ-испытанием по всемирной истории 6 июля Резервные дни – 12, 14 и 16 числа Беложиды 14 июня проведет профилактическую акцию В местах, где расположены железнодорожные переезды Будут дежурить специалисты белорусской магистрали и сотрудники ГАИ Уделят внимание и техническому состоянию оборудования В этом году капитальный ремонт сделают в 70 локациях Синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности Во вторник во многих районах страны ожидаются сильные дожди и грозы Ветер достигнет 20 метров в секунду Температура воздуха днем до плюс 20 Осадки временами прогнозируются и в конце недели Прощальный бал Учащиеся по всей Беларуси перемирили ленты выпускников Старшеклассникам вручили аттестаты Почти 150 тысяч парней и девушек встретили рассвет О последнем дне детства Карина Угревич Кудри, слезы и трогательные слова До самого долгожданного момента Остаются считанные минуты Совсем скоро выпускники попрощаются со школой Но памятные мгновения останутся с ними навсегда Гимназия колледжа искусств провожает 15 выпускников Этот день для ребят поистине трепетный Прощаться и оставлять дорогие сердцу стены непросто Но впереди ждет взрослая жизнь Полная счастливых и сложных моментов Новое место учебы и другие товарищи Все вузы, все колледжи ждут молодых людей Поэтому все, что они смогли взять в школе Все, что смогли им дать их педагоги Они обязательно понесут дальше по жизни И поэтому у них обязательно все сложится В центре доп. образования свой праздник отмечает Третья гимназия Абитуриенты – 60 старшеклассников В их числе и 10 медалистов Учреждение образования на протяжении долгих лет Славится высокой подготовкой Большинство ребят поступают в вузы Очень волнительно, потому что очень много приготовлений было Очень много репетиций было И вообще, ну, конечно, все очень готовились, переживали И даже, ну, с трудом верится, что этот день все-таки настал И это, ну, не может не волновать Хотела бы поздравить всех выпускников города Бобруйска С окончанием обучения на уровне общего среднего образования Пожелать им крепкого здоровья, удачи, терпения Безусловно, сделать правильный выбор профессионального своего пути И, конечно же, вернуться в родной город Бобруйск Ведь нам нужны их таланты, их достижения Мы гордимся своими выпускниками В этот день волнуются не только выпускники, но и их родители Ведь именно они вели еще вчерашних малышей в первый класс Заплетали косички, делали уроки И вместе переживали взлеты и падения Для мамы и пап их дети самая большая гордость и надежда Дети взрослеют, школа 11 лет Это как такой часть жизни Поэтому мы очень переживаем Главное им здоровье, победы Чтобы они хорошо сдали ЦТ И все были студентами А мы будем только их рады ждать домой И чтобы у них все получилось Грустно, что все заканчивается Беззаботное время уходит Но мы выпускаемся во взрослую жизнь И я вообще безгранично рада, что я в этой школе училась И с каждым учителем у нас был какой-то свой язык Прощальные слова звучат и в 21-й школе Каждый год меняются лица Но одно остается неизменным Вручение той самой книжки Аттестата об образовании И песни о любимых учителях Для Ксении Новиковой, как и для ее одноклассников Наступает новый, волнительный этап Поступление в лингвистический И переезд в другой город Без поддержки девушка не останется А родители всегда рядом Английский язык изучала самостоятельно Также другие языки изучала самостоятельно Ну и вообще я люблю все, что связано с творчеством Конечно, бывают трудности Но, тем не менее, я очень рада, что именно здесь училась Здесь у меня очень хорошая классная руководительница Я очень рада этому И, конечно, тут много моих друзей Которых я тоже очень сильно люблю Один глаз плачет, а второй радуется Почему плачет? Потому что, ну, 11 лет и наших трудов И дочкиных, что, как бы, грустно немножко А второй радуется, потому что, ну, очередной этап в жизни пройден Впереди следующий То есть надо двигаться вперед Я в нее верю, но удача, чтобы всегда сопоставила была рядышком В 2022-м аттестат об общем среднем образовании Получают 1090 бобруйчан 50 медалисты В Могилевской области таких 377 Всего в стране в этом году 150 тысяч выпускников Официальные торжества подошли к концу Впереди танцы, музыка и рассвет Новая жизнь Каждого ждет свой путь Но самое главное Когда часы пробьют 12 Сказка не закончится Карина Гуревич, Станислав Чечерин Бобруйск, 360 Первые деньги в Бобруйске Донстарт Третьему трудовому семестру Торжественное открытие вручением путевок Прошло в городском парке Юные бойцы проведут лето с пользой Одни заработают на карманы расходы Другие на мечту Союз молодежи будет поддерживать ребят на протяжении всего сезона От соблюдения техники безопасности До своевременной оплаты труда В планах у нас такие предприятия Как ТАИМ, ТДА, КПД, Красный пищевик И что немаловажно У нас в этом году Механико-технологический колледж Выиграл путевки на МАЗ и на МТЗ И с 25 числа ребята уже приступают к работе В прошлом году в Беларуси теорию на практику Сменили больше 10 тысяч парней и девушек В масштабах города свыше 500 человек Это 40 отрядов Будущие специалисты помогали строительству Важных социальных объектов В 35-й школе В 85-му детскому саду Облагораживали и территории города Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! 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 Счастливо!